всем привет с вами пл419 сегодня покажу вам замечательную игрушку sorento vr верни как покажу меня на канале уже есть про нее два геймплейных ролика но прикол в том что я но эти ролики старые там и записывал еще без звука и я подумал что это не обзоры а именно просто вот ты бегаешь что-то пуляешь стреляешь никто не понимает что происходит а игрушка на самом деле крутая более того на следующей неделе если все пойдет по плану они выпустят новую игру hell super vr на которой я записан на бета-тестирование все будет нормально я посмотрю на нее сам покажу я вам вот но прежде я хотел бы рассказать про sorento мне что-то захотелось него попрыгать давненько я не играл вот игра безусловно заслуживающее внимание она не так известно как какой-нибудь там битсайбер условные но как по мне вот эти всякие прыгучие механике паркур и прочим да звук я сейчас отключу извиняюсь за этот ужас так она на русском кстати ну по крайней мере часть ее на русском опции надо вырубить музыку я тут аудио громкая звука на минимум и громкости то что я не знаю что это ну ка ну я думаю что с учетом того что меня звук на гарнитуре на максимуме и так в чем основная механика sorento ну кроме того что у нас есть тело здесь вы можете перемещаться локомоушен телепортом чем угодно здесь вот очень много настроек всего геймплея управления на любой вкус там замедление перекручивание и прочее посмотрим и графики вплоть до супер сэмплинг а там 500 процентов но в чем главный его прикол это полеты и замедление времени на обязательно пройдите обучение в начале этой игры она важно научит вас четко делать и так главная механика ну простые механике стрелять здесь аркадная перезарядка поднесением к поясу но она на самом деле как вы поймете это хорошо вот так а главное самое вкусное здесь это то что во первых номин травматит но нет дело даже не в этом на б у вас есть замедление и зависание сейчас покажу ой и на б на вот этот прыжок и снова на ау можете замедлиться сейчас посмотрите это именно в игре я просто показываю на что обратить внимание и это очень круто если вы играли в какой-нибудь супер ход например там для замедления времени то вот представьте себе что игрушка с прыжка с прыганием по локации аля супер ход только ты сам этим всем управляешь и это дико тащит просто невероятно кроме того здесь есть здесь фактически нет сюжета здесь есть набор миссий здесь есть история где-то тут было но что такое история по сути просто набор миссий который случайно генерируется у тебя есть там разные уровни типа 90 секунд выдержать или там зачистить все ну и так далее сейчас я вам покажу по пару-тройку миссий сам по я просто ну я говорю захотелось попрыгать я подумал обзор заодно запишу я даже сейчас чуть-чуть звук верну кстати тут кстати реально клевая музыка блин сам за эту музыку болят на ютубе я вспомнил ладно значит просто звуку добавим ok и еще здесь есть настройки за каждой пройденную миссию вам даются всякие вот эти местные денежки которые можете тратить на улучшение и здесь есть такая вещь как снаряжение например если вы хотите бегать с мячами вот это вы у у вас есть за спиной два мяча прям вот джедайских причем очень классно сделано вибрации пока встречаешь у вас есть два пистолета и у вас есть где-то тут звездочка но я им никогда не пользовался щас короче где-то тут есть звездочка еще на груди а здесь пусто сюда можно что-то еще поставить на грудь меня не укомплектована в общем когда по мере прокачки вы будете открывать новые вот эти фишки тратить их на апгрейды и вот это как бы то что висит на вас а здесь но что можно улучшать и здесь всякие разные катаны пистолеты пистолет-пулеметы всякие дробовики или что-то в этом роде ну и так далее он звездочку добавим снять а то есть вот что-то по мятам висит скорпион как его скорпион достать ладно хрен с ним очень покажу вам сейчас какую-нибудь миссию здесь испытание когда на время выносливость и прочее прочее но сами этим не занимаюсь а вот просто попрыгать так сейчас уничтожение здесь где-то примерно 20 разных карт факторе склад поезд прикольно ладно хрен с ним будет обсерватория какая разница зачистка можно перед каждой миссией перед перенакинуть оружие на себя но я использую вот эти вот маленькие автоматите за их шустро сейчас посмотрите на геймплей ok здесь можно менять множители миссии чем больше ты ставишь множители тем сложнее играть но тем больше вот этих плюшек тебе выпадет который ты потом сможешь потратить на улучшение своей игрушка есть на квесте или но там порезанная графика там далеко не все уровни поэтому я так ее не купила хотела купить даже для квеста я обычно делаю вот так в одной руке бритва другой моя смелость это фишка с замедленным временем это просто божественная чтобы ты мог сам этим управлять это может показаться просто но тут есть и боссы в том числе на разных уровнях почему я могу ходить да когда вы прыгаете у вас вот эта полоска то снизу она заканчивается но не забывайте собирать вот эти вот все фишки которые вываливаются из брая коры и они потом просят защититься чтобы передали и сказал автомат вот я надеюсь что вас выбер будет не хуже потому что одна из моих десяток любимых игр патроны здесь заканчиваются кстати и вот для этого я использую мечи опять же мечи хорошо использовать в ближнем бою очень интересная локация дальше такие киберпанковский будут покруче хотя если донтон туда за окно там классно вот те и так где тут еще кто-то живой ходит вон они накроем это игрушка потому что вы можете в процессе вот этого всего мне прям очень нравится этот геймплей ну-ка задаем еще что-то делаем откуда ты стреляешь о босс ну такой под боссы можно просто вот так вот сделать все пилить то дадут еще больше очков ненависть на силе вот это все игрушка реально всем обидней что никто не знает вот это неприятная штука недостаток здесь все-таки есть ваше восстанавливается ну либо жрач он с с с с с с с с сейчас недостаток игры это фиксированное количество противников Ну, в смысле, видов противников, допустим, буквально, там, 5 часов, наверное, хотя бомбочке лучше установить. Вот, и то, что карт, фиксированное количество, где-то 20 разных. К сожалению, игру уже не поддерживают, но те стандарты делают супер сейчас. Надеюсь, он будет не хуже. Сказали, что даже лучше, ну да. И это игрушка, в которую стоит играть с ковриком под ногами, потому что заигрываешь, чтобы спокойно улететь в стенку куваком. Вон, еще один живой есть. Ну-ка, к слову. Идеально. Еще один, кто там бегает с ним. Где-то там бегаешь. Если вы хотели когда-нибудь порубить джидестем, ух ты, мечом. Да, она надоедает через 10 часов, потому что декорации одни те же, и ноги одни те же. Но вот это вот, особенно, когда первый раз будете в это играть, поверьте мне, это многого стоит. И я пока не видел там биаре игр, вот, с подобной механикой, одновременной паркура и замедление времени. А там такой, да, футуристик город. Нам оттуда, походу, ну-ка. Как туда пройти? Патроны заканчиваются. Сейчас на мечи переведем. Умри. Да, вот и патроны. Было. Там еще батюшки побежали, ну-ка. Да, на Б. Сейчас не получилось. Помимо замедления. Все, эта миссия пройдена. Ну и хорошо, патронов даже еще осталось немного с запасом. И когда вы закончили миссию, тут должен появляться такой вот он, значок, куда идти. Иногда бывает, что запутываешься. Куда идти? Вниз, что ли? Да, наверное, сейчас смотрим, ага. Вот точка эвакуации. Там тут самый Тиберпаный город. Окей. Вот. И после того, как у прошли миссию, вам начисляются всякие плюшки. Тут за пять минут я потратил смертельный удар, двойной удар. Ну, всякое в таком роде. И вот даются всякие редкие штуки. Вы их можете потом на себя улучшение эти надевать. Единственное, что их описание, к сожалению, на английском. Ну, там можно подойти, почитать в общих чертах. Тут редкие вещи, не очень редкие вещи и так далее. Я думаю, вы поняли. Сейчас еще какую-нибудь посмотрим. Этим можно заниматься бесконечно, но, как я сказал, кладбище. Сейчас. Что там интересного было? Обсерватория. Ну, переулок, да. Переулок сейчас. Я, честно говоря, не помню. Ну, кооперация. Лаборатория. Ну, давайте здесь попрыгаем. Запись идет, запись идет. Хорошо. Игрушка такая. Она размяться. И вот этот вот весь паркур. Она классная. Перемь на 22 фоис. Я так и не понял, что меня хотят. Ну, ладно, не важно. Обычно все равно все сводится к нам. И тому же, кстати, что-то вот эту карту не помню. Уж сколько я их смотрел. Ну, теперь. Как я сказал, здесь неплохая музыка. Она у меня заглушена. Потому что YouTube банит авторские права. Хотя это вроде бы бесплатные мелодии. Но хрен охрелает. Где тут хоть кто-нибудь? Я играю на полку с Quest 2 через Air Link. Видюха 1060 на 6 гигов. Вот эти плюшки можно собирать. Вот он, родной. Это было подлое. Согласен. Реально, я эту карту не видел. Хотя сколько в него играл. Просто в интерфейсе здесь ничего делать нельзя. Но если был один чувак, значит, будто другие. И логично же. Ага, будут. Ага. Потом их сейчас тогда полезут. Так всегда бывает. Вот для этого мне нужен меч. Вроде и шуму не поднял. И вот, и подробно сэкономил. Здесь хорошо то, что не надо держать оружие на гриф. Оно держится само. Хотя в настройках можно для реалистичности поставить. И в эту игру, конечно, лучше играть без проводов. Потому что в проводах вы охренеете. Кто-то по мне стреляет. Откуда-то там начинается движение. Окей. Привет, пульки суперфота. Да. Не хороший человек. В какой игре вы еще так вот сделаете? У каждого не попал. Не попал. Не забывайте перезаряжаться рукой в игру. Может показаться, что я довольно просто их убиваю. Ну, во-первых, я не повышал сложность. Во-вторых, тут появляются боссы. В которых реально нельзя выходить. Сейчас пока их тут нету. Я не знаю, вот где они вообще. Но такое забывание можно сделать только два раза в квадрат. Бесконечно так нельзя. Вон, там редкая штука валяется. Заберем ее. Так. Стреляй, сейчас я. Куда ты делся? Откуда он стрелял? А, вот он. Все. Арина Клэр. Миссия закончена. Нам показано, куда надо. Но не спешите убегать, потому что надо забрать еще. Но жизни не надо. Могут валяться где-то в сундучке. Бонусами. Сейчас посмотрим. Может, я что-то пропустил. Там просто. Тут пусто. Может, с той стороны. Они обычно симметрично раскиданы. Нет, так нет. Вот те куда-то нанеси. Наверху, наверное. А вот они зовут в зоне эвакуации. Ага. Вот нам опять показывают статистику. Центровка здесь всегда одна и та же. Это я развернулся в процессе игры. Далее. Зачем, кстати, вот эти фиолетовые штуки? Он у них 115, я не знаю, честно говоря. За остальные можно вот эти модификаторы покупать. Принять. Сейчас еще какую-нибудь одну миссию попрыгаем. Не забывайте про коврик под ногами. Это важно. А то я помню, как-то ночью играл и в стенку въехал. Так, выживание. А вот мне нравится улица. Сейчас улица или... Ну, классический он волновой режим. Склад. Что за депот? Я не помню. Ну, пусть будет улица. Несколько этих окружений. Я оружие не меняю, хотя мог бы просто... Потому что у меня, вроде как, оптимально в данный момент. Ну-ка. Ну, убейте всех врагов, в общем-то. Вот простая миссия. А я беру в левую руку пистолет, потому что я левша. Мне с левой проще целиться. А правой в упор какая разница. Режешь и режешь. Погнали. Беру чувачок. Вот такой. Когда проходишь миссию, тут что-то вроде пидриканка, но... Акровенно говоря, в сюжетах я только сказал, что не следил. Здесь именно всякие фигуры, не плывая. Попрыгать негде. Попрыгать очищеных. Можно посмотреть на все вот эти вот. Достаточно красивый, кстати, интерфейс. Мне нравился. Сейчас залагало что-то. А, и, кстати, еще один момент. Я сейчас играю через Oculus без степень VR. А у меня на сайте есть статья, как запускать игры напрямую через Oculus SDK. И вот здесь надо на правую кнопку, там, по-моему, выбрать. У них прямо есть у этой игры. Версия Oculus SDK, как так и называется. В статье, в общем, почитать, читайте. То есть, чтобы не грузить производительность степиаром еще. Не убивать ее. Отлично, да? Шикарно. Вот. Вы запускаете прямо напрямую через Oculus. И у вас будет работать ASV. И вы будете радоваться жизни. Как я сейчас делаю. Погнали. Тебе не повезло. Потому что по дефолту оно работает без степиар. И сжрет ресурсы. А где же, слава мои, пришли срочно. Вот они. Голови подачу. Ух ты. Мне страшно так забили. Жизни почти до нуля. Не забывайте перезаряжаться. Тут футуристическое окружение. Почти как Киберпанк 2077. Только не он. Пойдем дальше. Кстати, эту карту я что-то не вспомню. У меня такое чувство, что они добавили карт. Хотя игра уже не развивается. Стреляется цитр. Цитр. Здесь все прям очень приятно. В плане геймплея игрушка реально одна из лучших. Единственное, как я понимаю, они все на мечте осиливают обучение. Поэтому до сих пор особо неизвестно. Это не битсайбер, где надо просто двумя клочками находить. Ух ты. Там какой-то плохой чувак. Сейчас. Можно просто на Б замедлить время и раскромсать врага. Сейчас, говоря, не может, тут есть какие-то плюшки на этих верхах подняхать. Это же Ах, ну-ка. Стрейк. Направление очень приятное. Что стрельба, что рубилого, что бегание. Единственное, как я сказал, новичкам это не надо играть. Может быть, беда. Шикарно будет. Че я сдависен? Так, по-моему, дальше ничего нет. Где-то еще, поскольку миссия закончена, надо идти вперед. А, вон он. У меня один. Тут много. Тут просто до хрена. Тут уже не одно. Лохоть этими темпами. Оружая, да, уже. Какие-то живущие. В любой непонятной ситуации замедляйте время. Успели убить. Так, все, этих положили. Вон в те штуки становиться не надо, иначе как бегут, вот они же. Так, надо собрать все. О, он идет. Там-так-так, блин, там. У меня бомбаете? Ух-то, ух-то, что тут. Писто x2 за разные изощренные способы письма дают. Вполне отнительный бонус. Вы это видели, да? Там был провал в текстуры. Так, вроде все. Уже еще есть. Блин, 70 патронов так себе. Вот так же. У чувака выпала световая карточка. Это хорошо. Так. Угружение очень классное. И музыку тоже зацените. Есть несколько хороших тем. Так. Такое еще. Блин, какое-то вот так зарезать, чтобы туда не заходить. Все, 50, завершено. Совершенно. Нечудно. Патроны. Где-то что-нибудь чудеса. Для тех, кому будет казаться в этом ролике, что все это очень быстро хочется сбривать, вам не кажется. Как я говорю, игрушка не для новичков. Так. А куда мне тут идти? Туда можно вообще идти? Блин, тут... Когда-то уже все прошел, тут у меня машины ездят за окном. Ни хрена себе. У этой карты я тоже не видел. Точнее, не было, скорее всего. Прикольно. Ладно, где эвакуация? Наверху, что ли, где-то ж не достану. Удочку можно кидать два раза. Дальше она... А, блянь. Не заканчивается. Можно еще кидать. Ай-яй-яй. Это явно какой-то баг. Вот так он должно быть. Я в текстурах сижу сейчас. Мило. Опять сюда вылезти. Так, ладно, если подумать. Ну-ка, туда. Самое интересное, что, насколько я вот помню, я раньше здесь в текстурах в этой игре особо не застревал. Но все бывает в первый раз. Так, а просто... Ну-ка, дай все игры выйти. Тут печально. А, вылез. Стой, 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 стой. Так, тихо. Выбрался. Так, путей. Там где эвакуация? Все равно я не понимаю. Ну, допустим, а выходы... Может, где-то дальше? Нет, где-то там. Может, где-то внизу, наоборот, а не вверху? Ну-ка. Или здесь? Дверь? Нет, дверь закрыта. Внизу наглую поставили. Еще дополнительно. А, вверх, вниз. Может, это? Прямо вот стоит. Но нет. Здесь еще не надо было бы сказать. Ай, если подумать... Ну, еще снизу какие-то машины. Не, этой карты точно не было. Я бы запомнил такое. Это мне и ситпанк напоминает, а потом муравька похуже. Так. Все это, конечно, классно. Но как сюда выйти? А, вот он, наверное. Да. Что-то хрен найдешь-то там. Ну, окей. Даже не буду это вырезать. Там, в принципе, интересный момент. Можно посмотреть. Так. Ну, окей. То есть, вот показывает, что это миссия. Вот нас собирали. Сейчас, может, еще... Заодно покажу, что мне я запустил попрыгать. Кому неинтересно, вы можете... О, намотал на Oculus Movie сегодня. Кому неинтересно, можете выключать. Кому интересно, что у меня еще сейчас поиграюсь. Так. Окей. Блин. Наоборот. Истолетик. Вот волновой режим, когда сейчас... Слушай, я скажу одно. Этих карт не было. Вот, по-моему, сейчас я... Самая первая была. Следующие три. Вот я первый раз вижу. Вот эту тоже не было ее. Сто пудово не было. Такое чувство, что они карт сюда еще завезли. Ну-ка. Да. 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 Причем, казалось бы, вот эту самую Oculus Quest должен терять контроллер, когда я его к койсу подношу. Ну, как вы видите, довольно большую часть момента я стреляю прямо вот. Ну-ка видит и попадает. На. Это вообще пантафика. Опять себе. Иди, я тоже. И даже когда вот я не глядя вниз перезаряжаю, сейчас слышали звук, он перезаряжается. То есть, это, конечно, огромное. Кто там? Одна первая волна пройдена, ждем вторую. А пока мы ее ждем, можно пособирать пять и бонус. Которые потом можно использовать для улучшения. Откуда же все? Еще один. Игрушка стоит рублей 350, по-моему, на стиме лёплый. Так вот, оптимист. Такая. То есть, это, как я называю, игра геймплей. Здесь нет сюжета. Здесь чисто дробица. Собирай. 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 Так, не выйти из ховра. Главное, это начну стенки разносить. Так, не выйти из ховра. Сейчас у меня маленькие баны. Это жид. Метром на ховра раны. Которые ногами черчевоземы. Сейчас покажу вам, что если удастся. А. Хотя да, патроны сейчас все равно закончатся. Сейчас пойду чисто смечаем. Собирай. Надея у всех. Надея у всех. Я чувствую, что если он на подобных механиках будет статсвипер сделан, это будет огонь. Вечер. Наверное. Наверное. Ск bomber. Криво. Собирай. Если бонус... Точнее жизни и что тудаagerons есть. На такой квартир. А теперь все. Он Yeah. А ну он. Оп conceptionまあ он может выстрелить. что за прикол не понял ничего сломался стреляет на кота бах он видит это же все три волны выстоять бонусы по мы собрался что можно было или не все ладно хрен сам идет выход прикольно не тупи так вот таких тут несколько карт несколько видов боёв они однообразные конечно зачем нам еще нужен VR вы в жизни так никогда не попрыгаете вам дали всяких плюшек что там еще сколько времени 18 17 52 нормально давайте вот этот добьем и закончим на этом она затягивает так надо просто держаться 90 секунд ну давай еще одна карта но это было это я помню можно кстати просто ныкаться 90 секунд но какой в этом смысл это было медленное уродство ух ты еще не приходит что это уродство не упор бонусы бонусы 1,2,2 1,2,2,3 2,3,2,3,2,1 2,3,2,2,1 . . . . . . . . . я еще нечего слышу напали на пункт и весело имя еще один нам будут на фокусу давайте княх еще исчезающие становятся остановись меня сейчас флинн задел бомбу соберем бомбу в маленькую арену туда не надо очищено хорошо пойдем соберем бонусы которые тут остались я даже купила на квест но поскольку там не все карты графика гораздо не проще со стима играть по это к вопросу на задержки на когда народ говорит он надержим по аэрлинку не знаю я вот играю сейчас в принципе этой задержки мне хватает чтобы реагировать нет 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 я не хотел выходить подождите я бы сказал что это сильно отличается от нативных игр на самом квесте особенно когда комп не тупится ничего не тупит она нормально хорошо есть миссии которые можно исполнить только один раз но не значит наваря там даже если что-то проваливаешь принципе это ни на что не влияет кладбище еще пять минут давайте еще достались по пять минут они мелкие они вот знаете как орешки щелкаешь или там сухарики грызешь невозможно остановиться так вот здесь идет дождь сейчас скорее все будет лагать меня все слава богу надеюсь на звук на граффити но на квесте но на компе аэрлинг может лагать вместе со всем остальным тоже такое туристическое кладбище задание как всегда всех убивать вон идут чуваки еще пошла зара шесть вам нравятся подобные передушки по стрелушке в тип перфон сеттинге с замедлением времени которые сам управляющим я вам рекомендую эту игрушку тем более она ух ты это что сейчас было откуда нифига господи у меня при межскабрной защитного рифта стала торчать что за хрень сейчас обрезать будет очень любое время на это не было вот если вам нравятся подобные вещи и если вы не милячок то я вам не рекомендую эту игрушку пауза а вот я тоже из телепортов и прочего это огонь пошла пауза 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 это даже не бег по стенке а бег по пустоте как видите то есть можно просто так пока не надоест пока синяя шкала я не знаю видно ли его на записи пока она не закончится будет забрать что он блокировал это можно просто запрыгнуть его на ту крышу на ней сидеть сидеть и ждать, а не поймаешь иди каим, конечно иди каим ох! Ага, пошла жара. Патроны кончиков. Окей. Будем чисто на мечах. Начнем. На мечах как на мечах. Откуда? Тайное убийство. Еще один чувак. Даже есть вода. Не дали мне там патрона? Что-то дали. Нет, что-то дали. Какой-то лак. Походу я прошел. Какой-то лак. Видите, не показываются. Патроны почему-то на этой руке. Что-то они перестарались с обновлениями. Значит. Что за веревка сейчас будем обрезать? Ладно. На этом будем заканчивать. Сейчас меню выйдем. Экстракшн-поинт точка извлечения. Ну-ка. Прикольно. Прикольно. Вот такая игрушка. Это, в принципе, наверное, все, что я хотел вам рассказал. Покупайте, пробуйте. Это классно. Ну и подписывайтесь на канал. С вами был Павел419. Если все пойдет нормально, на следующей неделе будет предобзор на Хеллсвипера. Если они его все-таки выпустят, я сам попробую, как это играется. Хотя нет. Это, по-моему, просто какая-то веревка. Она к коколусу никакого отношения не имеет или имеет. Блин. Ладно. Вот. Все. Подписывайтесь на канал. Приходите на сайт. Ставьте лайк этому видео, если вам было интересно. Тогда я буду делать больше обзоров на видосы, а не просто лекций по часу. Или там коротышей про то, как записать видео на квесте. Вот. С вами был Павел419. До новых видео. Пока.